Всем привет! Вы на канале Дом Черной Совы, и с вами Аня Хитрик. У-у-у, ага, проухала мудрая птица-сова. Ну что же, мы продолжаем читать ваши любимые книги, которые, скажу вам по секрету, становятся и нашими любимыми книгами. Итак, книга сегодняшнего дня. Ту-ду-у! Как приручить волков Кристина Андрес. А посоветовала нам ее прочитать прекрасный друг Тома Черной Совы, мальчик Томир. Привет! Давным-давно, когда на всей земле стояла ледяная зима, люди жили в маленьких хижинах среди густых лесов. В этих лесах водились волки, лохматые голодные волки, которые выли возле хижин, ели кур и коз и воровали детей прямо из кроватей. Об этом бабушки рассказывали матерям, о матери дочерям. Дедушки шепотом передавали это отцам, а отцы – сыновьям. И была это чистая правда. В одной деревне жили-были мать с дочерью по имени Матильда. Однажды матери понадобилось уехать в дальние края, чтобы помогать при родах королеве, у которой вскоре должен был появиться ребеночек. Матильда оставалась дома за старшую и должна была следить за хозяйством. Мать наказала ей, ни за что не впускай в дом волков. Они съедят коз, кур и тебя следом за ними. Ты мое единственное дитя. Я все сделаю как следует, отвечала Матильда. Стоило только Матильде оказаться одной, как в дом принялись рваться волки. Пусто, пусто в волчьих желудках. Жутко, волки голодны жутко. Выли они под дверью. Они закатывали свои желтые глаза. Они скреблись своими острыми когтями. Они стучали своими лохматыми хвостами по дверью. Жутко! Это было очень сильное, могущественное слово. Это было самое главное слово волков. Но Матильда знала три других могущественных слова. Первое было «супа», второе «наелись», а третье «давным-давно». Этим словам ее научила ее старенькая бабушка. Матильда развела в печке огонь, поставила на огонь большую кастрюлю и приготовила в ней чечевичный суп с грудинкой. Расставила на столе миски, но не положила ложек, кроме одной, для себя. Потом она прокричала свое первое могущественное слово «супа!». И вдруг волки прямо вместе с дверью ввалились в дом и сразу же откнулись носами в миски. Они чавкали и хлюпали и причмокивали и высовывали свои длинные красные языки. Они слопали все до последней капли, и их туго набитые животы округлились и надулись. «Наелись!» Хором довольно протянули они. Это было второе могущественное слово. Волки так наелись, что даже и подумать не могли о том, чтобы съесть кур, коз и уж потом тем более Матильду. Тогда Матильда произнесла последнее могущественное слово. Давным, давно волки навострили свои большие уши, спрятали свои длинные красные языки обратно. Матильда до самого рассвета рассказывала ему сказки. Давным, давно. Потом она выпроводила волков за дверь всех, кроме одного. Самый маленький волк спрятался под кровать Матильды, чтобы она его не выгнала. «Жутко! Волки голодны! Жутко!» Выли дикие волки в лесу, потому что, оказавшись в ледяном зимнем лесу, они быстро забыли три могущественных слова Матильды. Но самый маленький волк лежал под кроватью. Причмокивая во сне, он тихонько бормотал. «Супа! Наелись! Давным-давно!» На следующий вечер волки вернулись. «Жутко! Волки голодны! Жутко! 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 Жууууу!» Выли они под дверью, они закатывали свои желтые глаза, они скреблись своими острыми когтями, и они стучали своими лохматыми хвостами по двери. Матильда все сделала так же, как и в прошлый раз. Стоило ей только прокричать «Супа!», как волки прямо вместе с дверью ввалились в дом и сразу же уткнулись носами в миске. Самый маленький волк вылез из-под кровати и, как ни в чем не бывало, сел вместе со всеми. Они чавкали и хлюпали и причмекывали и высовывали свои длинные красные языки, они слопали все до последней капли и их туго набитые животы округлились и надулись. «Наелись!» Снова пробурчали они хором, и Матильда опять рассказала им сказку. «Давны? Давно?» Наутро она выпроводила волков обратно в лес всех, кроме двоих. Самый маленький волк и волк чуть побольше тайком забились к ней под кровать и заснули. Причмокивая во сне, они тихонько бормотали. «Супа!» «Наелись!» «Давным-давно!» Так продолжалось очень долго. Каждый вечер волки возвращались, каждый вечер Матильда кормила их супом, каждое утро в доме оставался еще один волк и прятался под кроватью. Вот однажды утром не осталось ни одного волка, которого девочка могла бы выпроводить за дверь в лес. Оказалось, что все волки залезли к ней под кровать, но теперь их было так много, что хвосты и уши торчали наружу и спрятаться у них, конечно, уже не получалось. «Супа!» «Наелись!» «Давным-давно!» — хрипело множество глоток под кроватью. «Ах, вот оно что!» — сказала Матильда про себя и стала думать, что делать дальше. Матильда надела свое шерстяное пальто и кое-как уместила в него спящих волков, всех, кроме самого маленького. Она пошла по деревне и стучала в каждую дверь. Всякому, кто открывал дверь, она вручала в руки по волку и объясняла все про три могущественных слова. Все поначалу отказывались брать волка, но она говорила, «Тогда я выпровожу волка обратно в лес, где лютый мороз заставит его позабыть три могущественных слова, и он снова начнет выть возле хижин, есть кур, коз и красть детей из кровати». И волка все-таки брали. В конце концов, все волки были розданы. На следующий день мать девочки Матильды вернулась домой и спросила, как Матильда управлялась совсем одна. Та ответила, «Я все сделала как следует, и еще я приручила волков». «Вот это ты молодец!» Жителям той деревни больше не приходилось бояться волков. Только иногда, светлыми ночами, когда не шел снег, и звезды мерцали на чистом небе из глубины лесов, доносился волчий вой. Но он был очень-очень далеко. Самый маленький волк сидел под окном и подвывал. «Жутко!» «Жутко!» «Волки голодны!» «Жутко!» «Но ты же не голоден!» «Ты поел супа!» «Ты наелся!» «Ты ведь уже давным-давно не был голодным!» — сказал ему Матильда. Самый маленький волк захлопнул свою пасть, и из-за его стиснутых зубов донеслось. «Жутко!» «Жутко!» «Оп!» «Так мы тебя и назовем!» — сказала Матильда. «Жутко!» «Жутко!» «Отличное имя для того, кто не голоден, не ест коз, не ест кур и не крадет детей из кровати!» Волчонок, которого теперь звали Жучкой, закатил свои большие желтые глаза, постучал лохматым хвостом по полу, потом сел у окна, посмотрел наружу в ночную тьму. Насмотревшись, он залез под Матильдину кровать, свернулся калачиком и засопел. «Супы наелись!» «Давным-давно!» — бормотал он во сне. «Супы наелись!» «Давным-давно!» Вот такая жутко интересная сказка! Пишите нам! Напишите, какие книги вы хотели бы услышать в нашем прочтении. Всем пока! Домчаны совы! Ага, проухала мудрая птица-сова!